1 миллион 200 тысяч рублей только на проектное изыскание. Эта сумма стала первой в затратах на строительство стоянки на улице Рабочий 43 у детской поликлиники. После проведения комиссии в бюджете города заложили на асфальтирование 3 миллиона 700 тысяч. В планах было закатать более полутора тысяч квадратных метров и провести освещение. Но в процессе проектирования обнаружились несколько проблем. Соответственно, на них необходимы траты. Например, для увеличения парковочных мест здесь снесли дополнительные конструкции. Кроме того, если изначально планировалось закрыть сеть коммуникации грунтом, при повторной комиссии решение изменили. Инженерные сети решили закрыть плитами. Стоянка находилась ниже, чем посаженная поликлиника, но и прилегающая, соответственно, территорией. Нам нужно было отвезти воду с этой стоянки. И проектировщики предложили два варианта. То есть, если экономный, это значит, мы ставили какой-то, грубо говоря, бак, который будет собирать воду, и его чуть ли не ежедневно нужно откачивать. Мы пошли другим путем. Для того, чтобы это избежать, мы отсыпали семейный участок, вывели его в уровень с прилегающими проездами. Соответственно, воду теперь отводим поверхностно. Сейчас осталось только спланировать размещение транспорта. Этим займутся после того, как полностью растает снег. Теперь на весь проект по строительству парковки нужно уже в два раза больше денег. 7 миллионов 800 тысяч рублей. А если сейчас третий раз запросите техусловие, может, что-то еще интереснее вам напишут? Как-то вы интересно проектируете, на самом деле. На 3 700 напроектировали. Потом оказалось бы, что она вся в воде была. Не взяли по одному разу техусловия запрашивать и как-то проекты делать. Аналогичная ситуация сложилась и с другими парковками у медучреждений. Например, вопрос со стоянкой у травмцентра. Он пока еще в стагнации. Разобраться с ним планируют в течение года. Еще один момент. Парковка возле СОКБ со стороны инфекционного отделения. Она должна вмещать около 70 машин. Сейчас здесь нет даже асфальта. Поэтому личный транспорт пациенты ставят куда придется. Плюс мешают несколько киосков. Кстати, их мэрия планирует выкупить за 30 миллионов рублей. Тогда у Сургутской ОКБ прибавится еще мест 20. Самая ясная ситуация пока все же со стоянкой на рабочей улице. Эта парковка должна заработать к концу этого лета. Администрация ждет выделения финансирования во время апрельской корректировки бюджета. Получится ли реализовать намеченные планы, узнаем на ближайшем заседании Думы 19 апреля. Дмитрий Круковец, Наталья Степанова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Дмитрий Круковец, Наталья Степанова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Дмитрий Круковец, Наталья Степанова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.